Ситуация в соседнем Кыргызстане постепенно стабилизируется. Однако премьер-министр Казахстана Карим Масимов поручил ускорить укрепление казахстанской киргизской границы. Он распорядился о выделении средств. Как отчитался Аким Жамбульской области, ситуация на границе не вызывает беспокойства. В усиленном режиме работает погранслужба КНБ и ДВД. Также по области дежурят наряды. На казахстанскую границу с Киргизией уже стянуты сухопутные и воздушные войска страны. На военной базе в Таразе находятся пять боевых вертолётов. К возможному экстренному вылету госграницы готовы звено истребителей Су-27 с авиабазы в Талдыкургане. Премьер-министр лично поручил своему заместителю проконтролировать ситуацию на границе и решить финансовые вопросы. Мурзак Ставич, вам, наверное, надо проехать, определитесь вместе по области. И вот вопрос укрепления границы, то, что мы начали ещё до всех этих событий, надо ускорить. Может быть, вот эту часть, в первую очередь, финансирование выделять. Поэтому вместе с таким вам отработайте. Между тем, мирное население у казахстанской киргизской границы не может попасть в соседнюю страну. Для перехода необходим либо киргизский паспорт, либо уважительная причина. На таможенном посту побывала съёмочная группа. Несколько сотен человек ежедневно скапливаются у пограничного перехода Кордай на казахско-киргизской границе. Одна из таких – гражданка России Наталья Власова. Вместе с 78-летней матерью она выехала из Челябинской области в Киргизский каракул на годовщину смерти сына. Перевороты массовой беспорядки в Киргизии случились, когда женщины были уже в пути. О том, что Казахстан закрыл границу с мятежной республикой, россиянки узнали в 3 часа утра, добравшись до райцентра Кордай. Женщины надеются, проблема с пересечением границы ненадолго. Ну, мы пока с трёх ночи стоим, не знаю, как дальше будет. Не станет? Нет, и мама выдерживает, пожилая со мной. Вот, 78 лет, и она выдерживает. Другая гражданка Российской Федерации – Лидия Штефан. Оптимизм ожидания поутратила. Не доехав до родителей, живущих в Бишкеке совсем чуть-чуть, Лидия с сестрой призипает в Кордае уже четвёртые сутки. Теперь ей грозит новая проблема. Транзитный период истекает, а без регистрации в миграционной полиции Казахстана россиянкам грозит штраф. Третий день ходим на границу. Вчера нам сказал областной, подойдите, мы вас зарегистрируем, всё. Сегодня подходим, никто ничего не знает. Никакого не в курсе, нигде ничего. Вот третий день мы здесь стоим. И там в миграционной, в конторе, где регистрируют, там тоже они не работают. По данным офицеров погранслужбы, желающих попасть в неспокойную республику, всё же пропускают. Это случается раз в сутки. В течение дня на посту Кордай формируются списки путников, имеющих, например, билет на самолёты из аэропорта Манас, паспорт гражданина Кыргызской республики, либо другие веские причины, подтверждённые документально. По приблизительным подсчётам пограничников ежедневно пост Кордай пересекает около 300 человек. Среди ожидающих разрешения подданные разных государств. Документы, подходящие под понятие «уважительные причины» на руках имеются не у всех. Вот, например, Лидии Штефан с сестрой не повезло. Таких, как они, в селе Кордай скопилось уже за сотню человек. Татьяна Ковалёва, Бауржан Идрисов из Джамбульской области, Казахстан. В ряде регионов страны сложная ситуация складывается по другой причине. На востоке и на юге Казахстана сохраняется угроза паводков. Правительство обеспокоено. Уровень снежного покрова в отдельных населённых пунктах достигает до 5 метров. Между тем, в селах, где уже произошло наводнение, чиновники рапортуют, что восстановительные работы идут полным ходом. Айгирь Моспанова продолжит. Первые 40 семей в Кызылагаше обещано заселить в конце апреля. Аким Алматинской области на селекторном совещании правительства попросил премьера выделить дополнительных 30 миллионов долларов 20 уже перечисленным. Серик Умбетов уверяет, деньги необходимы на строительство и социальные нужды села. Я попросил бы усилия ускорить вот это финансирование. И мы сразу же, как мы договорились, в летнее время завершим это строительство. Области решили помочь из резерва правительства Казахстана. Премьер-министр Карим Масимов распорядился, чтобы нацкомпания КИГОК и Казахтелеком восстановили линии связи и электропередач за свой счёт. Помимо этого, премьер поручил Кабмину ускорить финансирование строительно-восстановительных работ. Переговаривал с руководством КИГОКа и Казахтелекома. Что касается электроснабжения, плюс по части связи, в принципе, национальные компании готовы. Для них не такие большие затраты, а при наличии поручения, вот эту часть затрат они готовы закрыть сами. По словам главы МЧС, ведутся переговоры с частными владельцами по возврату гидросооружений в госсобственность. Владимир Башко также сообщил, по республике обнаружено около 80 бесхозных водохранилищ. При этом главный спасатель заверит, отныне все водные сооружения страны будут на контроле у государства. Агирима Спанова, Сама Туренбаев, Астана, Казахстан. Казахстан не отказывается от амбициозной задачи стать одной из космических держав мира. Это несмотря на неудачный запуск первого отечественного спутника. На очереди старт второго косата, создание нового ракетного комплекса «Байтирек» и отправка собственных пилотов в космос. Есть и более глобальные планы. Постепенное возвращение в госсобственность космодром Байконур, находящегося в аренде у россиян, и организация там коммерческих проектов. Обо всем этом в день космонавтики говорили в профильном ведомстве. Казахстан кладет дорогу в космос. Об этом сообщили в профильном ведомстве. Здесь не теряют надежду превратить страну в космическую державу. И это несмотря на провал первого отечественного спутника. Он, как известно, улетел и не вернулся. Вместе с ним во вселенной затерялись порядка 70 миллионов бюджетных долларов. Заказал еще вот тех, кто вообще никогда не делал спутника. Еще лучше. Впрочем, в Казахстане надеются получить страховку создателей спутника, россиян. Парламентарии хотят, чтобы страна сама зарабатывала на космодроме Байконур. Он хоть и в долгосрочной аренде у той же России, но соглашение, ратифицированное на днях, дает такую возможность. Другие страны поставили это на коммерческую основу. Сколько стоит запуск одного спутника? Мы не знаем. Сколько вот иностранный спутник с Байконура взлетает, Российская Федерация берет плату. А мы знаем сумму эту? Нет. Это идет в бюджет России. Это не идет в бюджет Казахстана. Масло в огонь подлил глава Коскосмоса. По его данным, в России строят свой космодром в Амурской области. Там через пять лет хотят запустить первый пилотируемый корабль. По словам Усабаева, Казахстану необходимо осваивать Байконур уже сейчас. А стоимость аренды, признался он в кулуарах, надо увеличивать. Мы фактически получаем на сегодняшний день только 115 миллионов долларов за год сдачи в аренду данного космодрома. Это, конечно, по современным меркам совсем немного. И потом не соответствует духу времени. Глава Коскосмоса обещал осуществить ряд коммерческих проектов на космодроме и завершить строительство первой ракеты «Байтирек». А вот с полетами на орбиту осечка платить за них страна не может. Поэтому, по мнению Усабаева, казахстанский космос в руках Бога. Все остальные благодарили президента за то, что указал путь во Вселенную. Рамиль Смаилов, Талаб Жакопов. Астана. Казахстан. Отдав, по сути, России к Байконур, Казахстан не оставил идею стать космической державой. В январе 2004 года в республике стартовал проект по изготовлению и запуску первого казахстанского геостационарного космического аппарата «Кассат-1». Однако специалисты еще на стадии проектировки называли этот перспективный с виду проект провальным. По официальным данным, сегодня Казахстан ежегодно выплачивает около 30 миллионов долларов за аренду зарубежных спутников. И создание собственного аппарата могло позволить обеспечить информационную независимость республики. А также вывести телекоммуникационную инфраструктуру Казахстана на уровень мировых стандартов. Радиотрансляционный спутник «Кассат-1» и должен был решить эту проблему. Но излишняя амбициозность при его разработке еще до запуска, по сути, поставила на нем крест. Сейчас «Кассат» не имеет никакой ценности с коммерческой точки зрения или как следство связи. С самого начала проект «Кассат-1» был задуман как политический. Старт планировали к выборам президента Назарбаева в декабре 2005 года. Однако запуск спутника смогли произвести только летом следующего. По условиям, срок его активной работы был рассчитан на 15 лет. Но 8 июня 2008 года с радаров он пропал. Сегодня практической пользы от него нет. Республике «Кассат» обошелся в 65 миллионов долларов. Рудожелезо, которое подчиняется определенным командам Земли и дает опыт для будущих полетов с точки зрения полирования таких ситуаций, с точки зрения возможностей управления. По сути говоря, полет продолжается в экспериментальном режиме. Восстановить тогда работу «Кассата» удалось российским специалистам. 26 ноября этого же года спутник перестал отвечать на сигналы управления, и ушел неориентированный полет. Возможно, данный сбой является необратимым. В августе прошлого года спутник «Кассат» переведен на так называемую орбиту захоронения. С тех пор его никто не видел. 65 миллионов долларов в буквальном смысле улетели в космос. Александр Левитин, Алматы, Казахстан. На этом у меня все. Следите за казахстанскими событиями вместе с каналом КПлюс. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok